Добрый день! Вы смотрите Акцент в студии Розалия Борисова. И сегодня у нас в гостях президент Национальной Ассоциации поддержки научно-технического творчества молодежи в Чехии Станислав Медритский. Станислав, добрый день! Добрый день! Как работает Национальная система поддержки научно-технического творчества молодежи в Чехии? Какие в Чехии есть самые престижные конкурсы и мероприятия по выявлению одаренности детей? Какие впечатления от посещения Якутии? Ответы на эти и другие вопросы вы можете узнать в этом выпуске. Расскажите, пожалуйста, как в Чехии работает система национальной поддержки молодежи? У нас уже развивается много лет. Интересно в том, чтобы кто-нибудь развивал профессиональную ориентацию детей и молодежи на технические и научные специальности. Потому что все в такой этапе хотели быть экономистами, хотели быть менеджерами, все. Но чтобы вынесли новые идеи, я их реализовал. И сейчас что? Какие-то есть университеты, есть дополнительные занятия, центры? Да, так главная работа, работа школы, это основные, средние школы, университеты. Но очень важно, если в дополнительной форме моя асоциация организует каждый год такой большой конкурс научно-технических проектов студентов средних школ. Мы принимаем очень хорошие работы, принимаем участие на вернадском чтении в Москве тоже. Во втором организуем такую программу, которая называется роботика или мехатроника. Это как привлечить интерес молодых, уже 9, 10, 11 лет, новые направления. Это роботехника, робототехника, все, потому что нас ждут теперь новые технологии. Все говорят о интеллигентных домах, интеллигентных заводов, интеллигентные машины, все, а кто это будет сделать? Молодые, никто не будет. Могут ли перенять опыт ваш учителя других стран, в частности якутские учителя, если вам будет интересно, как они могут с вами связаться и начать работать? Да, я здесь на симпозиции разговаривал на таких округлых столах о нашей работе. Я думаю, что если будет интересно, так мы с вами подготовлены все наши опыта, потому что в этой области роботики мы уже работаем 18 лет, так мы очень рады, чтобы можно привезти сюда. То есть это могут быть обменные какие-то программы, да? Да, это специальные программы, как и в свободное время развивать эти интересы, профессиональную ориентацию и то, какой тип дальше образования в Малдии буду хотеть сделать. Вот вы сказали, что ваша ассоциация проводит различные конкурсы для детей средней школы, для студентов средней школы. Какие еще существуют программы, которые выявляют одаренных детей в вашей стране? Вторая – это программа работы на научных и технических проектах. Это очень важно, например, в одном из районов, которые, я думаю, что это подобные, как здесь, в Якутии. Все знают, когда ребята уже во веке 9, 10, 11, 12 лет работают над проектами, например, с области химии, так уже университет, региональный университет знает, каждый, кто начинает химию, это его потенциальный студент, а все хотят иметь хорошо подготовленные студенты. Ну и вы в эти дни общались наверняка с участниками интеллектуальных игр. Как вы оцениваете именно участников из Якутии? Мне очень нравилось, что очень много таких глубоких работ, научно-технических, это значит, что есть хорошая работа здесь, с молодыми, а это очень хорошо для будущего, потому что для будущих студентов очень интересно, когда работают в низком веке уже. Не надо ждать, когда никто окончает среднюю школу, это все поздно, потому что когда мы хотим хорошие результаты работы, тех, которые будут сделать инновации, все это надо начать в низком веке. Ну и какие у вас впечатления от Якутии? Надо сказать, я здесь первый раз, когда смотрел на картину, потому что я очень далеко, из Москвы, из Праги тоже, так я думал, что здесь будет конец мира, я был очень рад, что здесь очень высокая культура, много молодых людей, все идет очень хорошо, так что я думаю, что здесь большая перспектива всех, которые здесь живут. Ну что ж, Станислав, спасибо, что нашли время в своем плотном графике, чтобы поговорить с нами. Ни за что. Вы смотрели программу «Акцент», спасибо за внимание и до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!